История полна удивительных и иногда даже шокирующих фактов, которые не всегда можно озвучить в приличном обществе или на уроках истории в школе. В этой статье мы расскажем про 10 таких исторических явлений, которые историки, кажется, предпочли бы обойти стороной. Но человеку всегда интересно больше то, что имеет в себе какой-нибудь секрет. Что-то такое, что заставляет взглянуть на привычные вещи по-другому. Поэтому разные интересные, но несколько неудобные факты из истории бывает так интересно узнавать. В Древнем Египте заключали браки с близкими родственниками. Родители Тутанхамона были братом и сестрой. Сам фараон женился на своей сводной сестре, которая также была его родственницей. Кроме того, сама Клеопатра около трех лет состояла в браке со своим родным братом Птолемеем XIII. В повседневный рацион древних египтян входил алкоголь. Бедняки пили пиво, богатое вино. Эти напитки были обычными для типичного стола египтян. А вот мясо появлялось редко, оно портилось быстро на жаре, потому ели его только по праздникам, когда приглашалось много гостей. В Средневековье с гигиенной было не очень. Судя по всему, прекрасные принцессы не слишком хорошо пахли, потому что принимать ванну даже раз в неделю считалось опасным мероприятием. Встречались такие индивидуумы, кто не мылся годами. От неприятных запахов немытого тела вешали букетик цветов. Естественно, никаких дезодорантов в Средневековье не было. А запах немытого тела царил повсюду. Чтобы хоть как-то спастись от дурного аромата, использовали засушенные цветы, которые надевали на шею или прикрепляли к одежде. Но что-то подсказывает, что они не особо спасали от навязчивого амбри окружающих. В гареме султанов была дискриминация по весу. Султаны Османской империи предпочитали сплошь стройных девушек, которые были бы изящны и грациозны в танце. А вот на цвет волос и рост никто не обращал внимания. Сон считался панацеей от прыщей и других проблем с кожей. Если у девушки в гареме начинались проблемы с кожей, ей советовали больше спать. Считалось, что так она избавится от всех несовершенств внешности. В гарем попадали не по своей воле. Было три варианта, как девушка оказывалась в гареме. Ее могли продать родители, если они испытывали нужду. Девушку могли привезти в качестве трофея после успешных набегов. А еще ее можно было купить на рынке невольников. Викинги дышали вредным воздухом. Викинги часто дышали угарным газом из-за того, что конструкция их домов с дымовыми отверстиями в крыше была далеко не совершенной. Это вызывало проблемы со здоровьем, включая болезни и рак. У викингов считалось нормальным привезти любовницу в дом к жене. Но главной все равно считалась жена. Приведенная любовница, хоть и жила под одной крышей, не имела права голоса и подчинялась законной супруге викинга. Клеопатра не могла жить без тусовок. Царица больше всего на свете любила веселиться. Поэтому ее правление запомнилось современникам и шумными вечеринками в том числе. Она даже основала сообщество «Неподражаемая печень», в которые могли войти только настоящие, крепкие тусовщики, способные веселиться всю ночь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.